В Удачно-Мирненском районе заработал уникальный завод по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ. Аналогов ему в стране нет. Как показывает себя оборудование, в работе узнала Ирина Балкова. Приготовить майонез в домашних условиях сможет, пожалуй, любая хозяйка. Потребуются лишь яйца и масло. Продукт готов. Так и в случае приготовления эмульсии для взрывчатки, говорит лаборант Маргарита Гайзулина. Только вместо яиц специальная селитра, а вместо растительного масла – топливное. Если у нас, допустим, не хватает селитры в танке, значит, плотность другая, мы ее корректируем. Добавляем больше селитры или больше воды добавляем. Все, казалось бы, просто. Да вот только в нашем случае без знаний химии и физики не обойтись. Необходим внимательный, грамотный подход. Ведь специалисты имеют дело с взрывчатыми веществами. Моя работа, значит, нужно будет взять плотность обязательно, точку кристаллизации. Она показывает, сколько фактически находится селитры в растворе, потому что это очень важно, чтобы оно соответствовало техрегламенту. И кислотность раствора. Потом, когда я подтверждаю тем показаниями, которые дублируются здесь, я, получается, как контроль дублирующий. Несмотря на то, что технологический процесс возможен только при определенном температурном режиме, завод в декабре и январе, со слов специалистов, отработал бесперебойно. Завод еще находится в процессе, так сказать, наладки, то есть подбора компонентов, которые будут использоваться в подборе, как количество процентного содержания данных компонентов для более качественных взрывов последующих. Напомним, данный экспериментальный завод проектировался специалистами научно-исследовательского проектного института ГорМАШ города Екатеринбург. Уникальность его в том, что на нем изготавливаются сразу два вида взрывчатки для открытых горных работ и подземных. В настоящее время завод по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ работает в тестовом режиме. В 2017 году здесь планируется изготовить около 1000 тонн взрывчатки. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».